Планета Дзюдо Планета Дзюдо Трудных, иногда упорных тренировок, когда ребенок, ему трудно, должно быть какое-то поощрение, да, и поощрение за его труды – это награда на соревнования, да, и ребенок видит эту мотивацию и понимает связь, ему хочется еще больше прикладывать усилий для того, чтобы достигать поставленных задач. На ваш взгляд, удалось ли реализовать вот эти задачи в сегодняшнем соревновании? Планета Дзюдо Никто не отказался, все приняли этот бой, кому-то трудный, кто-то переживал свои трудности, но все выдержали и отборолись на соревнованиях. У них была круговая система, поэтому они отборолись порядка трех-четырех встреч, да, и в целом они все большие молодцы. Вы рассматриваете соревновательный педагогический процесс как неотъемлемая часть всего педагогического процесса тренировки? Да, я думаю, что соревнования – это выход из зоны комфорта для ребенка, да, и наша задача же – формировать смелого, успешного человека, да, который может выйти из зоны комфорта, когда это нужно. И шаг за шагом это нужно делать на всем протяжении взросления ученика, будущего спортсмена и просто мощной созидательной личности. Выходить из зоны комфорта и продвигаться к задачам, к целям, которые дают возможность реализовывать соревнования. Вы пообщались, я видел, после соревнований и с родителями, и с вашими учениками, они подходили. Что говорили ученики, что говорили родители? Ну, конечно, после самих соревнований подходили дети, спрашивали, какое у них место, да, потому что не все еще могут определить, сколько у них побед, сколько поражений, какое они место займут. Мы сделали так, чтобы никто не остался без утешения и наград, и все получили медали, да, и они были рады, что приняли участие в этом соревновании. Для родителей важная была рекомендация в том, чтобы они хвалили своих детей и говорили им, что не страшно ошибиться, важно понять, в чем слабое место, если ты проиграл, и дальше над этим работать, да. И для детей очень нужна поддержка, потому что многие дети, когда боролись, глазами искали родителей, потому что они очень зависят от родителей о том, чтобы их похвалили. Да, детям этого не хватает, поэтому все дети, которые вышли бороться, они все молодцы и заслуживают похвалы, и только уже один факт говорит о том, что ребенок на правильном пути. Спасибо, Владимир. Мы были в гостях в клубе «Русский самурай. Город Раменская». Так что, если вы здесь живете или проезжали мимо, заходите в этот клуб. Желаю успехов вашим ученикам, родителям терпения и поддержки, родителям учеников. Ну а вам, Владимир, дальнейших творческих успехов на пути преподавания, педагогики и в области боевых искусств, ну и в частности дзюдо. Спасибо, Роман, за ваше продвижение этого чудесного единоборства дзюдо, за то, что вы столько делаете, несмотря на свой график, приезжаете, находите время, осветите какие-то события. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. На этой ноте мы заканчиваем. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... КОНЕЦ КОНЕЦ Здравствуйте! Здравствуйте! Как тебя зовут? Меня Костя зовут Костя, а почему ты занимаешься дзюдо? Я занимаюсь дзюдо, потому что я хочу научиться чему-нибудь новому И как ты думаешь, дзюдо это сложно? По этим тренировкам я понимаю пока что, что дзюдо это для меня успешно и мне не сложно здесь Спасибо! Здравствуй! Как тебя зовут? Антоника Валера Валера, почему ты занимаешься дзюдо? Чтобы научиться болотче и узнать много интересного А как ты думаешь, дзюдо это сложно для тебя? Нет Спасибо! Здравствуй! Здравствуй! Как тебя зовут? Матвей Матвей Матвей, почему ты пришел заниматься дзюдо? Потому что для поддержки физической формы, чтобы узнавать много интересного, чтобы у меня было много друзей, ну и в основном для спорта для себя А для тебя дзюдо это сложно? Нет Спасибо! Здравствуй! Здрасте! Здравствуйте! И приемы и уметь защищаться! И уметь защищаться, если кто-то будет добежать или уметь бороться Скажи пожалуйста, а для тебя дзюдо сложно? Я думаю, что нет, не очень. Спасибо. Зато интересно. Спасибо.